Всем привет! Меня зовут Владимир. Я расскажу вам о маркетинг-плане компании Atomi. В нашей компании все построено на любви. И в то время, когда с любовью к продукции компании проблем нет ни у кого, достаточно небольшое количество людей по-настоящему любит маркетинг-план. Я считаю, что если вы относитесь к своему бизнесу как к своему бизнесу, то вам нужно разобраться в маркетинг-план. И если вы в нем разберетесь, то полюбить его очень несложно. Именно с любви к маркетинг-плану и начались мои первые действия в компании, когда разобрался насколько здесь все чисто, прозрачно и справедливо. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу компании, по поводу будущего, по поводу получится у вас или нет, значит вы не до конца понимаете маркетинг-план. И я настоятельно рекомендую вам разобраться в нем. Невозможно разобраться в маркетинг-плане, послушав его один раз. Не важно кто бы вам его не рассказывал. Для того, чтобы по-настоящему понять маркетинг-план, вам нужно слушать его снова и снова и начать рассказывать самому. Давайте для начала я отвечу на вопрос, откуда берутся деньги в нашей компании. Откуда мы получаем деньги от компании как партнеры? Вот это товарооборот компании. По законодательству Южной Кореи сетевая компания не может раздавать своим партнерам в качестве вознаграждения более 35 процентов своего товарооборота. То есть это предел. Соответственно не сложно догадаться, что именно столько компания и отдает нам. При этом прибыльный товарооборот компании обычно не может превышать 50 процентов от общего товарооборота. Таким образом давайте рассмотрим прибыльный товарооборот. Обычно, когда отвечают на вопрос откуда берутся деньги, рассматривают именно его, называя его PV. 15 процентов при этом компания оставляет себе. То есть если прибыль составляет 50 процентов от общего товарооборота, 35 процентов раздаются партнерам, 15 процентов компания оставляет себе. Теперь рассмотрим прибыльный товарооборот. Из прибыльного товарооборота получается, что 30 процентов компания оставляет себе и 70 процентов распределяется между всеми партнерами. При этом существует три основных вида вознаграждения. 44 процента распределяется через структурное вознаграждение, 20% через мастерское вознаграждение и 6% это вознаграждение руководителям центров. Давайте мы рассмотрим каждое из этих значений более подробно. Для начала хочу обратить внимание, то есть 35% насколько это много. За 2019 год мы знаем, что в компании был товарооборот 1,3 млрд долларов. Соответственно, 35% от этого составляет 455 млн долларов. То есть компания выплатила в качестве вознаграждения 455 млн долларов своим партнерам за 2019 год. И это, друзья, только начало. Так, давайте я нарисую сейчас мини-версию этой диаграммы и будем рассматривать каждый кусочек по очереди. Это прибыльный товарооборот. 30% компания оставляет себе. Но прежде чем мы перейдем к прибыли, к распределению прибыли, давайте поговорим о бинаре. Маркетинг-план в атоме реализован по бинарной системе. То есть у нас бинарная структура. И есть люди, которые при, как только они слышат словосочетание бинарная структура, сразу возникают негативные мысли. Потому что, к сожалению, есть недобросовестные компании, которые реализовали свои схемы через бинарную структуру. Но бинарная структура – это всего лишь модель реализации бизнеса. Нужно разобраться. Бинар, бинар и рознь. В нашем бинаре есть определенные отличия. Давайте для начала разберемся, что такое бинарная структура. Бинарная структура подразумевает, что по одного человека можно записать только двух людей. Таким образом образуется левая ветка и правая ветка. Впоследствии, допустим, если это вы, и у вас уже есть слева и справа партнеры, партнер 1 и партнер 2, то если вы хотите зарегистрировать партнера номер 3, то вам его нужно регистрировать под партнеров, которые уже зарегистрированы. Например, под партнера номер 2, партнера номер 1. Таким образом, ваша структура будет строиться. В чем особенности нашего бинара? Наш бинар не классический. У нас нет понятия личника, у нас нет понятия золотого треугольника. У нас бинар не имеет никаких ограничений. Вы можете строить свою структуру до бесконечности вниз. Нет никакого ограничения в ширину и в глубину. И вы получаете 100% со всего товарооборота, который проходит у вас в структуре. Неважно, кто привел партнеров, которые находятся на неопределенной глубине внутри. То есть, если партнер один привел одного партнера, он другого, третьего, пятого, десятого, неважно. Когда этот партнер что-то закупает, это учитывается в вашем групповом товарообороте. На 100%, без каких-либо урезаний. В этом сила нашего бинара. При этом регистрация в компании бесплатная, насколько мы знаем. Нет никаких обязательных закупов. И вас никто ни к чему не обязывает. Единственное условие, в течение года после регистрации вы должны что-то купить. Иначе ваш аккаунт деактивирует. Но если вы в течение года ничего не покупали, соответственно, значит вы и не работали, то вам ничего не стоит зарегистрироваться через год повторно. Теперь давайте поговорим о прибыли. 44%, как я уже сказал, распределяется через структурное вознаграждение. Как оно высчитывается? У всех наших товаров есть PV, Point Value, либо бабы, как их называют в простонародье. У каждого товара есть PV. И когда кто-то из ваших партнеров закупает какой-то товар, допустим, партнер номер один, купил HimoHim. До HimoHim начисляется 50 тысяч личных бабов. 50 тысяч PV начисляется вашему партнеру на личный счет. У него 50 тысяч личных баллов становится, либо плюс 50 тысяч. А к вам зачисляется групповой товарооборот 50 тысяч. Таким образом, когда у вас слева и справа проходит определенный товарооборот, первый порог для заработка это 300 тысяч PV. Как только слева и справа у вас прошло 300 тысяч PV или больше, у вас фиксируется первый бинарный шаг. Бинарный шагов всего 7 уровней. 300 тысяч это самый маленький, это с того, с чего мы начинаем. Далее. Если вы посмотрите маркетинг-план на официальном сайте, вы увидите, что там нет никаких конкретных цифр. Потому что мы участвуем в едином товарообороте, в глобальном товарообороте. И наше вознаграждение высчитывается еженедельно. Мы получаем определенные значения, так называемые множители. За 300 тысяч баллов, за бинарный шаг 300 тысяч баллов вы получаете либо 5, либо 15 множителей. Эти множители потом умножаются на некий коэффициент, что превращается в деньги. Как высчитывается этот коэффициент? Смотрите. Вот 44% прибыли. То есть коэффициент, давайте я назову его K. Коэффициент равняется 44% прибыли делится на сумму всех множителей в мире. То есть во всем мире. То есть это мир. Все партнеры, которые за неделю закрывают в мире бинарные шаги, они получают какие-то множители. И тут получается, что сумма высчитывается. Также высчитывается 44% от прибыльного товарооборота. Одно делится на другое, получается коэффициент. Приблизительно для удобства мы его считаем около 4 долларов. Но коэффициент может быть больше, может быть меньше, в силу тех или иных условий. Также стоит отметить, что бинарный шаг 300 тысяч баллов накопительный. Неважно, с какой скоростью вы работаете, если вы работаете, рано или поздно бинарный шаг 300 тысяч у вас закроется. Как только у вас закрывается бинарный шаг 300 тысяч, подсчет ваших групповых баллов слева и справа начинается на следующий день с нуля. Таким образом, есть такое мнение, что плохо, что баллы сгорают. То есть, допустим, если у вас в левой ветке прошло 700 тысяч баллов, накопилось, а справа только 300 тысяч. Тогда у вас фиксируется бинарный шаг 300 тысяч, а на следующий день у вас идет подсчет с нуля, слева и справа. Но это неплохо. Почему? Во-первых, если у вас есть ветка, где проходит больше товара оборот, скорее всего, он будет там проходить систематически больше, и вы особо ничего не потеряли. То есть, даже если эти баллы у вас оставлялись, они бы все равно там накапливались бы с перебором. Во-вторых, все эти баллы, которые проходят мимо вашего бинарного шага, то есть, в данном случае 400 тысяч баллов, они участвуют в подсчете коэффициента. Чем неэффективнее люди закрывают бинарные шаги, тем выше коэффициент, тем больше все получают деньги. То есть, можно сказать, что если вы закрываете бинарный шаг не очень эффективно, вы делаете общий мировой вклад, тем самым все партнеры получают чуть больше денег. Чем эффективнее люди будут закрывать бинарные шаги, тем меньше будет коэффициент. Так. Теперь давайте посмотрим далее. Какие еще бинарные шаги бывают? Бинарных шагов, как я сказал, есть всего 7 уровней. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не буду все подробно раскрывать, потому что вы сможете разобраться это потом отдельно. Следующий бинарный шаг – это 700 тысяч баллов, потом идет 1,5 миллиона, 2,4 миллиона, 6 миллионов, 20 миллионов и 50 миллионов. 50 миллионов – это очень важный бинарный шаг. Я расскажу почему. Смотрите, если 300 тысяч в бинарный шаг, он накопительный, то есть вы можете накапливать его постепенно, хоть в течение месяца, хоть в течение года и нескольких лет. Как только накапливается, бинарный шаг в конце дня фиксируется, и вы потом получите денежки, когда пересчитается коэффициент. 700 тысяч баллов – бинарный шаг должен зафиксироваться на конец дня. То есть если на конец дня у вас в левой и правой ветке уже больше 300 тысяч баллов, то у вас фиксируется этот бинарный шаг. Но если у вас больше 700 тысяч баллов в левой и правой ветке, то зафиксируется этот бинарный шаг, и тогда вы получите 30 множителей. И если коэффициент равняется 4 долларам, это примерно 120 долларов. И так далее. Почему 50 миллионов – очень важный бинарный шаг? Потому что это предел. Я еще не встречал компаний, которые устанавливали бы предел по заработку. Для чего это нужно? Когда разрабатывался маркетинг-план компании, в голове у председателя была одна большая задача и проблема. Как сделать так, чтобы все могли заработать, а не только единицы? Как сделать так, чтобы люди, которые находятся на верхушке, не зарабатывали слишком много? И был придуман этот лимит. Смотрите. Есть такое понятие, как выплата денег по такой схеме, по пирамидальной схеме. И кто находится наверху, обычно получает много-много денег. У нас же этой схемы нет. У нас установлен предел по структурному вознаграждению. То есть у нас вместо пирамиды у нас трапеция. И вот на этом пределе в 50 миллионов баллов люди больше денег не получают. И здесь получается умножитель равняется 300 множителей, получают, что умножается на коэффициенты. Чуть больше тысячи долларов уходит. Там тысячу 200, тысячу 100. И это тот предел, который по структурному вознаграждению человек может получить. Вне зависимости от того, сколько баллов у него проходит. Представьте себе, что происходит с теми баллами, которые проходят мимо этих 50 миллионов. Люди, кто зарегистрировался в компании 10 лет назад, империум мастера, у них проходят сотни миллионов баллов. Впоследствии будут проходить и миллиарды миллионов баллов. Весь этот товарооборот спускается вниз. То есть они могли бы получать деньги, если бы не было этого предела, безлимитно. Но так как поставлен предел, все эти деньги спускаются вниз, позволяя новичкам выходить на заработок. Это один из тех принципов, который меня влюбил в себя в нашем маркетинг-плане. Благодаря этому пределу любой человек может дойти до него рано или поздно и сравняться тем самым с людьми, которые были в самом начале, кто стоит у верхушки. И этот предел условно обозначает 50 тысяч долларов. Почему условно? Потому что этот предел зависит от налогообложения вашей страны и в тех или иных случаях он может быть больше или меньше. И он также высчитывается не только из структурного бонуса, но и из мастерского, о котором мы поговорим позже. Вот это все вам не обязательно зубрить, не обязательно знать все цифры наизусть, но нужно понять. Возможно, в первый раз понять это очень сложно, но когда вы начнете рисовать это на бумажке, я думаю, с помощью ваших спонсоров вы сможете во всем этом разобраться. А разобраться в этом стоит, если вы хотите, чтобы у вас был быстрый рост. Давайте перейдем дальше. Прежде чем перейти к мастерскому вознаграждению, я хочу поговорить еще об уровне дистрибьюторства. Это еще один нюанс, который может быть не совсем понятен, особенно с первого раза. Помимо бинарных шагов, у нас есть еще пять уровней дистрибьюторства. Первый уровень дистрибьюторства называется торговый представитель. Чтобы достигнуть ранга уровня дистрибьюторства торгового представителя, нужно набрать 10 тысяч пиви. То есть купить что-то на свой личный счет на 10 тысяч пиви. Как только вы становитесь торговым представителем, вы начинаете участвовать в маркетинг-плане, если ваша страна уже открыта для заработка. Следующий уровень – агент, спецагент, дилер и эксклюзивный дистрибьютор. Для достижения этих уровней дистрибьюторства есть уже два условия, и нужно выполнить одно из них. Первое условие – простое и прямолинейное. Это личные баллы. Агент – 300 тысяч баллов. Спецагент – 700 тысяч баллов. Дилер – полтора миллиона баллов. И эксклюзивный дистрибьютор – 2,4 миллиона баллов. Также стоит понять, что 2,4 миллиона личных баллов – это не предел. Можно набирать и больше, но просто в этом нет никакого смысла. Также хочу сказать такую вещь, что я никому не рекомендую набирать больше 300 тысяч личных баллов. Набирать более 300 тысяч личных баллов стоит только в некоторых определенных случаях. Если вы хотите открыть образовательный центр, либо если вы хотите сразу, как только вы начали работать, за первый месяц выйти на высокие ранги. Но обычно это очень сложно и практически невозможно. Поэтому чаще всего в большинстве случаев, я смеюсь сказать, в 98% случаев, партнерам нет смысла набирать более 300 тысяч личных баллов. Почему? Потому что есть второе условие, по которому можно подняться по этим уровням дистрибьюторства. Это ваш групповой товарооборот. Для того, чтобы подняться до уровня агента, необходим товарооборот в 2 раза превышающий личный требуемый здесь. Что это значит? Если 300 тысяч требуется, 300 тысяч умножаем на 2, получается 600 тысяч. Это 600 тысяч групповой товарооборот за прошлый месяц. Если в прошлый месяц вы были торговым представителем, и у вас было 600 тысяч группового товарооборота в вашей меньшей ветке, либо другими словами, в ваших обеих ветках было более 600 тысяч групповых баллов, то вы поднимаетесь на этом месяце на уровень вверх, становитесь агентом. За один месяц можно подняться на один уровень. То есть для того, чтобы подняться на уровень спецагента, вы должны быть в предыдущем месяце агентом. Чтобы подняться до спецагента, соответственно, сколько баллов нужно, чтобы прошло в наших ветках? 700 умножаем на 2, 1 миллион 400 тысяч баллов. Если 1 миллион 400 тысяч групповых баллов проходит слева и справа, либо более, вы в следующий месяц поднимаетесь до спецагента и так далее. До самого конца. То есть здесь 4,8 миллиона, здесь 3 миллиона. Таким образом, если вы работаете постепенно, набирая товарооборот, вы будете подниматься по этим уровням дистрибьюторства. И не всегда имеет смысл набирать 700 тысяч личных баллов. Но 300 тысяч личных баллов имеет набрать смысл всегда, если у вас есть такая возможность. То есть покупаете что-то для себя, постепенно-постепенно набираете 300 тысяч. Почему? Зарабатывать можно уже с уровня торговых представителей. Но между торговым представителем и агентом большая разница. Для чего вообще нужны эти уровни? Эти уровни нужны прежде всего для того, чтобы система работала безперебойно. Чтобы не было никаких проблем. Чтобы никто не смог эксплуатировать маркетинг-план в своих целях. Эта система, уровни дистрибьюторов, заслужит нашей защитой. Чтобы мы не переживали, что что-то может быть не так. Вообще весь наш маркетинг-план рассчитан очень хорошо. И если вы разберетесь с ним, вы поймете, что в нем нет никакого смысла делать какие-то изменения. И почему он не меняется у нас на протяжении уже 11 лет. Давайте посмотрим, что еще дают нам уровни дистрибьюторства. Как я говорил ранее, существует 7 уровней бинарных шагов. И каждый уровень дистрибьютора создает вам доступ к более высокому бинарному шагу. Первый бинарный шаг. Какой у нас первый бинарный шаг? 300 тысяч баллов. Так, тут мы бинарные шаги рассмотрим. 300 тысяч пиви. Этот бинарный шаг становится доступен торговому представителю и агенту. То есть торговые представители и агент могут закрывать только бинарный шаг 300 тысяч. Даже если за один день у них пройдет по миллиону баллов, у них все равно учтется только 300 тысяч. Потому что они торговые представители. При этом у них есть равница. То есть они закрывают один и тот же бинарный шаг, один и тот же товар, наоборот 300 тысяч групповых баллов. Но торговый представитель за это получает 5 множителей, а агент 15. То есть в 3 раза больше. И на первых порах, когда вы будете делать первые шаги, ваша первая задача закрыть свой первый бинарный шаг. Далее ваша задача будет выйти на ранг. Потом, возможно, ваша задача будет закрывать бинарные шаги ежедневно. И 300 тысяч баллов, он самый оптимальный бинарный шаг, пока у вас не вырастет структура и обороты. Потому что следующий бинарный шаг уже у нас 700 тысяч баллов. То есть несложно почитать, потому что здесь соотношение не 2 к 1, но при выплате мы получаем именно такое соотношение. То есть за бинарный шаг 700 тысяч баллов вы получаете 30 множителей. И бинарный шаг 700 тысяч баллов становится доступен с уровня спецагента. То есть торговый представитель может закрывать только 300 тысяч баллов. Агент может закрывать только 300 тысяч баллов. Спецагент 300 тысяч баллов и 700 тысяч баллов. То есть 300 тысяч баллов это бинарный шаг, который доступен всем. 700 тысяч групповых баллов это тот бинарный шаг, который доступен с уровня спецагента. дилер открывается еще один бинарный шаг следующего уровня это у нас полтора миллиона здесь получается за бинарный шаг 700000 спецагент получает 30 множителей здесь дилер получает 60 множителей два раза больше получается таким образом дилер может закрывать бинарные шаги первого уровня второго уровня третьего уровня что значит может закрывать если у него на конец дня групповой товарооборот меньше ветки соответствует 300 тысячам закрывается этот бинарный шаг 700 этот полтора миллиона соответственно полтора миллиона и так далее и эксклюзивный дистрибьютор это последний уровень дистрибьютор который открывает доступ сразу к четырем новым бинарным шагам это 2 и 4 миллиона 6 миллионов 6 бинарный шаг 20 миллионов и последний бинарный шаг 50 миллионов эксклюзивный дистрибьютор может закрывать все эти шаги расскажу на примере прошлом году мы начали работать и когда мы начали работать мы были уже практически спецагентом у нас на личном счету было порядка полумиллиона личных баллов потому что мы покупали активно в корее для себя в январе прошлого года мы начали работать закрыли свой первый бинарный шаг соответственно мы были агентами мы получили свою первую выплату 15 ножек на тот момент это было порядка 60 65 долларов далее за счет того что у нас был групповой товарооборот мы поднялись до уровня спецагента в марте то есть январь и февраль мы закрыли по одному бинарному шагу феврале у нас прошло порядка 600 тысяч групповых баллов было и в марте мы стали спецагентом и марте мы уже вышли на первую сло ранг здесь стоит сказать еще такую вещь важную что уровень дистрибьютор со нужно не только для того чтобы открывать доступ к бинарным шагам но и для того чтобы выходить на ранге о чем мы поговорим далее я вас слева оставлю у торгового уровня дистрибьютор со уберу условия если вам что-то сейчас не понятно не расстраивайтесь практически никто с первого раза и даже с пятого и даже десятого все не понимает для того чтобы разобраться во всем нужно время и нужны действия то есть нужно не только слушать нужно записывать нужно рисовать нужно разбираться и рассказывать давайте теперь поговорим о структурном вознаграждении здесь на нашей схеме 20 процентов это мастерский бонус компании существует 7 рангов первый раз называется мастер продаж два три четыре пять шесть семь второй раз называется бриллиантовый мастер третий ранг мастер шарунской розы 4 звездный мастер или star мастер пятый ранг royal мастер потом crown мастер и imperial мастер давайте по английски напишем star мастер здесь большое отличие имеет в первую очередь мастер продаж мастер продаж это основной ранг компании на мастерах продаж на мастерах продаж все строительство для того чтобы стать мастером продаж необходимо быть спецагентом чтобы квалификационный период в левой и правой ветке прошло два с половиной миллиона баллов групповых или более то есть в обеих ветках в один период проходит два с половиной миллиона баллов что такое период квалификационный период это либо с первое по число месяца либо 16 число по конец месяца то есть у нас два квалификационных периода ежемесячно то есть когда-то здесь может быть 28 или 29 дней либо 30 31 зависимости от месяца и в месяц вы можете два раза закрыть свой ранг каждый раз когда вы закрываете ранг вы участвуете в распределении 20 процентов глобальной прибыли что значит быть спецагентом это значит этот квалификационный период иметь уровень спецагента если у вас есть 700 тысяч личных баллов то вы спецагент насегда то есть у вас никто этот ранг никогда не вы rains только подняться в уже если у нас нет 700 тысяч личных баллов из с каждым из 300 всясячи вот вам необходимо поддерживает твой товарооборот то есть если у вас прошло месяце прошло миллион четыреста тысяч баллов меньше редки вы в это месяц спецагент вы можете выйти на ранг мастера продаж. Еще одна причина, почему я не рекомендую никому изначально набирать 700 тысяч личных баллов, даже если человек стремится выйти на ранг мастера продаж, даже если у него не было товара оборота, я все равно ему рекомендую не спешить. Потому что по маркетинг плану есть такая замечательная вещь. Если вы выходите на мастера продаж в этот квалификационный период, и если вы на свой личный счет что-то покупаете, эти баллы идут в учет вашей меньшей ветки. В конце квалификационного периода, когда идет подсчет оборотов вашей ветки, все что вы купили на личный аккаунт, скажем, вы купили на 250 тысяч баллов личных, у вас там не хватало, пойдет в учет меньшей ветки. То есть, к примеру, если у вас в левой ветке не 2,5 миллиона прошло, а 2,3 миллиона. Эти 250 тысяч баллов суммируются сюда, и у вас становится более 2,5 миллионов. Это позволяет вам убить двух зайчиков одним выстрелом. Вы и личный товарооборот подняли до спецагента, и потянули свой товарооборот групповой в вашей меньшей ветке, и вышли на ранг мастера продаж. Когда вы выходите на ранг в первый раз, помимо почета, признания и уважения, вы получаете от компании подарки. То есть, вы получили звание, звание остается с вами навсегда, пока вы уже выше не подниметесь. То есть, у нас нет такого необходимого требования подтверждать свой ранг, иначе у нас что-то заберем. Компания ни у кого ничего не забирает, только дает. Вышли на уровень мастера продаж, получили звание, которым можно хвастаться вперед всеми, и получаете подарки. Подарки вы получаете хим-а-хим, на данный момент фрим, и вечерка, четырехступенчатый вечерний уход по очистке лица. То есть, вот эти три замечательных подарка приходит в ваш образовательный центр, и помимо этого, каждый раз, когда вы закрываете ранг мастера продаж, вы, повторюсь, участвуете в распределении глобального прибыльного товара оборота. Сколько денег получает мастер продаж, если закрывает свой ранг каждый месяц один раз? То есть, по грубым подсчетам можно сказать, что около тысячи долларов. Если один раз в месяц человек закрывает ранг мастера продаж, то примерно прибыль составляет около тысячи долларов. Как эта прибыль высчитывается? Вы закрываете бинарные шаги. Если вы закрываете бинарные шаги максимально эффективно, то за один квалификационный период вы можете закрыть 8 бинарных шагов по 300 тысяч. За каждый бинарный шаг вы получаете по 15 множителей, что пересчитывается, получается порядка 450-500 долларов, и плюс вы получаете за вознаграждение мастера продаж порядка 400 долларов. То есть, мастер продаж примерно каждый месяц получает более-менее одинаковую сумму, потому что мастеров продаж обычно много и пропорционально товарному, глобальному товарообороту, можно так сказать. Чем лучше ранг, тем эта пропорция уже не соблюдается. Итак, вы ставили мастера продаж, получили подарки и получили денежки. Подтвердили ранг мастера продаж, получили еще денежки. На вопрос, нужно ли подтверждать ранг? Ответ простой. Если вы хотите зарабатывать деньги, если вы работаете, то ваш ранг будет подтверждаться. Здесь не вопрос, нужно или не нужно. Нужны вам деньги, хотите вы работать, работаете ли вы, соответственно, у вас подтверждается ранг. Начиная со следующего ранга уже картина другая. Мастер продаж, когда вы выходите на ранг мастера продаж, основная ваша, наверное, задача, это продажи, это ваши потребители, это рост вашей потребительской сети. Начиная с уровня бриллиантового мастера, позиция уже более лидерская, и вам нужно думать уже о своих лидерах, кто будет выходить на мастера продаж. Потому что, чтобы стать бриллиантовым мастером, вам нужно, чтобы в вашей ветке прошло слева и справа по два человека закрыли ранг мастера продаж. В квалификационный период. То есть, не как-то в разброс, а именно в квалификационный период. Здесь очень важно иметь связь с левой и с правой веткой, потому что обе ветки ваши, с обеими ветками нужно работать, и нужно знать намерение ваших партнеров, их возможности и стремления. Если людям не ставить цели, то возможно, выход на бриллиантового мастера может занять у вас очень много времени. Поэтому, дружите со всеми ветками, помогайте своим партнерам, и вы быстрее станете бриллиантовым мастером. Также, если для мастера продаж необходимо быть спецагентом, то для бриллиантового мастера необходимо быть дилером. То есть, иметь либо полтора миллиона личных баллов, либо товарооборот три миллиона месяца за прошлый месяц, и в прошлом месяце быть спецагентом. То есть, вот эта схема работает дальше аналогично для всех уровней. Для того, чтобы стать мастером шаронской розы, соответственно, нужно, чтобы у вас слева и справа по два бриллиантовых мастера закрылось в этот квалификационный период. То есть, всегда по два слева и справа предыдущего ранга. Таким образом, как только вы выходите на мастера продаж, когда вы закрываете свой ранг уже стабильно, становитесь автоматически мастером продаж, начинаете зарабатывать от 2000 долларов и более, для того, чтобы вам расти дальше, вам необходимо помогать своим лидерам, чтобы они закрывали ранг мастера продаж. Тогда вы можете подняться до бриллиантового мастера и получать уже вот 5000 долларов и более. Далее, если вы хотите подняться на мастера шаронской розы, вам необходимо уже работать с вашими лидерами, чтобы они поднимались на бриллиантовых мастеров. Таким образом, за счет этой системы у нас существует синергия взаимной помощи нашим партнерам. То есть, мы заинтересованы в росте наших партнеров. Чем больше зарабатывают наши партнеры, тем больше зарабатываем мы. В нашей компании есть такой принцип супер-синергия единого сердца. Единого сердца. Супер-синергия единого сердца. То есть, она реализуется как раз через наш маркетинг-план. Мы напрямую, можно сказать, кровно заинтересованы в том, чтобы у наших партнеров все было хорошо, чтобы они зарабатывали как можно больше денег. При этом, нет никакого смысла в конкуренции. Потому что, если какая-то ветка делает хорошие продажи, во-первых, она увеличивает глобальный товарооборот. Во-вторых, если вы понимаете, что у нас бинар, и мы находимся в одной сети, и если в одной ветке что-то идет хорошо, может быть лучше, чем у вас, то, возможно, у вашего спонсора появится больше возможности помогать вам. Поэтому в конкуренции нет особого смысла. Нужно всем желать добра и думать не о других, а думать о своих партнерах. Заботиться максимально о своих партнерах, и тогда вы будете максимально быстро подниматься по рангам. Стоит отметить то, что на ранге Imperial Master заработок, если вы закрываете ранг дважды в месяц, будет превышать 100 тысяч долларов. Но отсюда будут минусоваться налоги. И этот заработок, можно сказать, он резиновый. Он будет немножко увеличиваться, так как количество Imperial Master ежемесячно растет непропорционально глобальному товарообороту. Поэтому Imperial Master очень заманчивый ранг. Желаю всем на него подняться. Но это огромная работа. Если вы будете думать только о деньгар, до Imperial Master вы не подниметесь. Нужно думать о людях. О подарках я здесь говорить не буду. Вы можете сами посмотреть, какие подарки вы получаете. Но стоит отметить то, что Imperial Master получает в подарок, помимо всего прочего, 1 миллиард вон. 1 миллиард вон это чуть меньше, чем 900 тысяч долларов. То есть для удобства. Курс доллара все время скачет. Но это порядка 850 тысяч долларов, 880 тысяч долларов по-разному. Для удобства люди говорят чаще всего миллион долларов, я говорю 900 тысяч долларов. То есть помимо этого компания вам выделяет деньги на зарплату вашему личному водителю, вашему личному ассистенту, на аренду офиса. В подарок вам дарит машину премиум люкс-класса и корпоративную карту, на которой ежемесячно будет 10 тысяч долларов на мелкие расходы. Бриллиантовый мастер получает те же подарки, что мастер продаж, плюс планшет. Планшет в последний раз получали iPad. То есть планшеты могут меняться, но обычно давят новый планшет. Не самые последние модели, но адекватные. Так, теперь последний вид вознаграждения. Здесь самый маленький кусочек, это 6%. Это вознаграждение руководителям центров. Любой партнер может открыть образовательный центр, для этого подав заявку. Пока условия для открытия центров очень лояльные. В некоторых странах, например, в Корее, для того, чтобы открыть центр, нужно достичь начала ранга бриллиантового мастера, потому что там уже центров очень много. Итак, за что руководитель центра получает вознаграждение? Когда человек регистрируется на сайте, допустим, человек регистрируется на сайте atmami.ru, последний этап регистрации, это выбор образовательного центра. И доставка всех заказов с сайта в образовательный центр идет бесплатно, будь это Россия, Кыргызстан, Казахстан, неважно. Доставка идет бесплатно. И все покупки, которые люди совершают через этот образовательный центр, то есть если человек прикреплен к этому образовательному центру, даже если он заказывает с доставкой на дом, это учитывается и выплачивается руководителю центра. То есть 6% от прибыльного товара оборота, по грубым подсчетам, это около 3% от денежного товара оборота. То есть человек купил что-то на 100 долларов, порядка 3 долларов, руководитель центра выплачивается. Стоит отметить, что это не очень большие деньги. Потому что образовательные центры открываются не ради этой выгоды. То есть кто открывает образовательные центры ради вот этих 6%, думая, что заработает на этом деньги, потом впоследствии разочаровывается. Потому что это просто бонус за громадные усилия, которые руководитель центра прикладывает для развития атомии в его городе. Главная цель образовательного центра – это именно образование. Образование партнеров – это место для работы вашей команды, где ваша команда может работать, развиваться. Это то место, куда люди могут прийти и узнать о компании, задав вам вопрос. И получить свои заказы. То есть прежде всего, это инструмент для развития структуры и инструмент для популяризации компаний в нашем городе. А вот эти 6% поначалу они будут, скорее всего, неощутимые. Впоследствии, возможно, если вы будете проделывать грандиозную работу, вы сможете компенсировать аренду и прочие расходы. Но, как говорят чаще всего в Корее, то есть это те деньги, на которые можно своих партнеров покормить. И, может быть, за офис заплатить. Так. Это последний вид вознаграждения. Так. Что хочется еще сказать в заключении? В заключении хочу сказать то, что недостаточно маркетинг-план прослушать, как я уже говорил, но необходимо его рассказать самому себе. Если вы прослушали мое выступление и вам вроде было все понятно, попробуйте после того, как закончатся семинар, сесть и рассказать все то же самое самому себе. Вы найдете пробелы, которые вы поняли не до конца. Это значит, что вам нужно посмотреть еще раз. До тех пор, пока вы уже не сможете рассказывать все это самому себе более-менее комфортно. Когда вы уже можете рассказать самому себе, рассказывайте вашим партнерам, вашим спонсорам, всем, кому вы можете. Именно когда вы начинаете сами рассказывать маркетинг-план, вы начинаете понимать его еще больше. Но для начала, конечно, нужно разобраться самому. И маркетинг-план – это одно из наших основных оружий в достижении высоких результатов. То есть я не голословен, потому что, не разбираясь в маркетинг-плане, у нас бы не получилось добиться таких быстрых результатов, выйти на ранг мастера Шаронска-Розы за полгода работы, войти в лидерский клуб глобальный за полтора года работы. То есть это очень высокие и быстрые результаты, которые выходят за рамки норм. Здесь у нас обычно нет быстрых результатов. В нашу компанию люди приходят не за быстрыми результатами, потому что у нас здесь нет обязательных закупок, у нас нет никаких пакетов. Люди приходят сюда, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы получить доступ к качественной продукции, которая улучшает качество жизни, делает их здоровее, красивее и богаче. Таким образом, в отличие от большинства компаний, неважно, как быстро вы работаете, быстрый заработок обычно невозможен. И поначалу заработок компании нашей выглядит примерно вот так. То есть вы начинаете работать, и какое-то определенное время вы практически ничего не зарабатываете. Это может быть месяц, это может быть полгода, у кого-то это может быть год, в зависимости от тех усилий, которые вы прикладываете. В среднем, скажем так, если пришел человек, и он работает очень активно, он начинает зарабатывать через один месяц, может быть порядка один бинарный шаг закрывает, два бинарных шага. Для того, чтобы ему выйти на стандартный доход, в одну-две тысячи долларов, необходимо время. И чаще всего это год, может быть два года. И для многих может показаться, что это слишком долго за такие деньги. Но если вы вышли на доход в две тысячи долларов, и это ваш стабильный доход, вы понимаете, что у вас может быть только рост. Вы будете расти дальше, пока вы не дойдете до цифры в пятьдесят тысяч долларов. И в тот момент, когда вы перестанете что-либо делать, если вы вдруг перестанете, вам все равно будет идти доход. На данный момент мы зарабатываем порядка десяти-двенадцати тысяч долларов, работаем круглыми сутками, и мы понимаем, мы можем свернуться и уехать куда-нибудь, и перестать вообще что-либо делать, и деньги все равно будут идти, и доход будет увеличиваться. Но, так как я говорил вам, не нужно смотреть только на деньги, нужно смотреть всегда дальше. Нужно видеть не только цель, деньги, какой-то доход. Смотрите дальше, глубже. Гораздо приятнее смотреть, как ваши лидеры начинают зарабатывать больше, как они начинают вас догонять, может быть даже обгонять. И когда вырастают лидеры, начинают менять свою жизнь, это самое приятное чувство. Так, ну это лирическое вступление. Давайте я еще раз подытожу. Смотрите, основное отличие. То есть у нас доход идет примерно вот так. Это я обычно так и рисую график нашего дохода. То есть вот этот предел в 50 тысяч долларов и более, то есть он условный, можно и больше зарабатывать, в зависимости от налогов в среднем. То есть в большинстве компаний сетевых доход может выглядеть примерно вот так. Примерно так. То есть компания зашла, наверное, на какой-то бум, ажиотаж, хайп, люди регистрируются, вы регистрируете много людей, доходите до какого-то пика, может быть заработали много денег, но потом ажиотаж начинает спадать. До тех пор, пока они выходят на какой-то минимальный уровень. И здесь для того, чтобы зарабатывать эти деньги, вам необходимо 100% прикладывать усилия. Это не пассивный заработок, это активный заработок. Чтобы вы зарабатывали эти деньги, вам нужно быть 100% активным. То есть только когда вы прозваниваете людей, говорите делать активацию, вы зарабатываете. В нашем же случае вам не нужно никому звонить, говорить, покупать, активировать. Здесь люди покупают сами. Прелесть нашего бизнеса в том, что люди, которые приходят в наш бизнес, становятся постоянными потребителями, автопотребителями. Человек, который купил что-то один раз в нашей компании, с вероятностью 98% купит еще раз. И если вероятность 98%, он станет нашим постоянным потребителем, он будет покупать дальше, больше и чаще. И таким образом разрастается наша структура. Важно также понимать, что наш бизнес – это бизнес больших чисел. Ни в коем случае не нужно ограничивать себя в количестве партнеров. То есть вот эта модель классическая, осмелюсь заявить, когда люди думают, что в сетевом бизнесе, так как у нас бинар, достаточно зарегистрировать двух партнеров и поставить им такую же задачу, чтобы каждый из них зарегистрировал двух. У нас эта модель не работает. Для того, чтобы быть успешным, вам нужно зарегистрировать как можно больше человек. Это количество не ограничено. Вы будете регистрировать людей всю свою жизнь. Почему? Потому что вы совершаете добрые действия, вы приносите только добро. Человек, регистрируясь в компании, не теряет ничего. Он никогда вам не предъявит ничего, не сделает укор, то, чтобы он зачем-то мне рассказал. Человек может быть только благодарен. То есть он может быть либо равнодушным, либо благодарным. Чаще благодарным. Человек равнодушен только тогда, когда он не разобрался, куда он попал. И таким образом, сказывая людям о компании, совершая добро, получая благодарность в ответ, вы строите свой бизнес глобальный по всему миру и растет ваша структура. И не нужно ограничиваться от количества партнеров, я повторюсь. То есть тысяча партнеров слева, справа – это немного. Десять тысяч партнеров – это тоже немного. И сто тысяч партнеров – это немного. Это те цифры, к которым вы все придете, если будете работать постепенно, постоянно, так как вы строите структуру не в одиночку. В чем суперсила Атоми? Чем отличается большинство компаний? В большинстве компаний, чтобы стать суперуспешным, нужно быть супергвездой. Нужно быть человеком с большой сетью, нужно быть человеком, за которым хотят эти люди, которые могут убеждать, которые могут продавать. Можно иметь, так сказать, коэффициент личных способностей, допустим, который равен 100. Если вы человек или ваш партнер, у которого способности, коэффициент способностей не 100, а, скажем, 1, в большинстве компаний вам не удастся преуспеть, потому что вы не сможете собрать необходимую массу партнеров. У нас же, так как у нас реализован маркетинг-план, таким образом, даже если у вас ваши способности 1, все способности ваших партнеров становятся вашими способностями. Вы приводите партнеров, которых тоже 1,1, это складывается, и у вас уже 3 становится, потому что все усилия, которые делают ваши партнеры, на 100% засчитываются к вам. Рано или поздно в вашей структуре будут появляться люди, у которых способностей и 10, и 20, и даже 100. И таким образом, все это суммируется к вам. Но, стоит также заметить, то что у нас 2 веточки, и подсчет всегда идет по меньшей ветке. Таким образом, у нас не только в суперсинергии единого сердца, не только в нашем дивизе, замечательный девиз, который рекомендую всем в нем разобраться, что он значит на самом деле, но также в балансе. Секрет нашего успеха в балансе. То есть нам нужно работать с обеими ветками, помогать обеим веткам и стремиться всегда помогать партнерам, которые находятся внизу. Потому что именно партнеры, которые находятся внизу, они толкают всю структуру наверх. Их товарооборот учитывается всем, кто находится выше. Таким образом, когда они выходят на ранги, выходят на ранги с ясною, кто находится выше. И им внизу всегда сложнее. Помогайте всегда тем, кто внизу, помогаете той ветке, где меньше и балансируете. Работаете с обеими ветками. Даже если ваша большая ветка, то сюда может когда-нибудь прийти человек со способностями тысячу и зарегистрировать вам миллион китайцев. И здесь у вас товар, наоборот, станет большой. Тогда вам нужно будет работать с этой веткой. Но если изначально не наладить контакт с самых первых дней с вашими партнерами слева и справа, далее наладить контакт будет уже сложно. Таким образом, подытожив, регистрировать нужно всех, никого не дискриминировать, не решать за людей, нужно им это или не нужно. Всем нужно. Все люди наши потребители. Все живые люди. Это наша целевая аудитория. Потому что каждый человек в компании может найти для себя что-то уникальное, ценное, во что он влюбится и будет покупать всегда. Самое сложное в нашей неделе это раскрыть людям уши и открыть людям глаза. То есть в этом сложности, но это замечательно, потому что если есть сложности, есть и возможность. Если это было бы легко, то у вас не было бы работы. Уже бы все все заняли. Но так как рынок свободен, свободность странная, огромное количество стран открывается, я всех призываю работать. Закончился карантин, заканчивается, приходит послабление, люди все выходят на улицу, жизнь кипит, и сейчас как никогда нужно работать, друзья. Спать очень дорого, нужно работать, не покладая рук, и рассказывать всем, кому можете. Но, прежде чем рассказывать людям о компании, прежде чем регистрировать, для начала нужно разобраться самому, что к чему. Обучиться. Обращайтесь к вышестоящим спонсорам и получите всю информацию необходимую, которая вам нужна для ведения бизнеса. Узнайте все о компании, узнайте необходимый минимум о продукции, разберитесь в маркетинг-плане, чтобы вы могли рассказать маркетинг-план своему партнеру, чтобы ему было интересно. Если вы сами не можете рассказать маркетинг-план пока, можете обращаться к своим спонсорам, они вам уверены в этом помогут. Но рекомендую не перекладывать это на плечи других, так как это ваш личный бизнес, и в нашем бизнесе не стоит рассчитывать ни на кого, так как вы номер один человек в вашем бизнесе, все начинают на равных условиях, все начинают с нуля, вы первый человек в вашей системе, и с вас все строится. И не важно, кто наверху, важно, кто внизу. Все внимание вы опускаете вниз. И ничего не требуете от своих спонсоров, ничего не требуете от своих партнеров. Потому что девиз – заботиться о душе, создавать видение, следовать вере и служить в смирении. С вами был Владимир Хигай. Большое спасибо за внимание. Всем желаю больших-больших успехов в достижении рангов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова